Ребята, здравствуйте! С вами я, Алексей, и добро пожаловать на мое новенькое видео по игре Евротак Симулятор 2. И сегодня, друзья, мы с вами посмотрим на новый бета-патч 1.35 для вышеупомянутой игры. В общем-то, немножко ранее у нас появился экспериментальный патч для Американ Тракт. Сейчас он уже перешел в открытую бету. И, собственно, ровно по такому же пути, как я предполагал, у нас идет ЕТС. И вот одним из изменений, то, что вы сейчас видите прямо-прямо вот перед своими глазами на своих экранах, это новый скин для DAV-XF Евро-6. И точно такой же скин у нас добавился на прицепы. Ну, это мы уже с вами посмотрим несколько позже. Давайте сначала мы посмотрим, что у нас нового появилось в меню. Итак, у нас появилась ровно так же, как и в АТСКе кнопочка покупка гаражей. То есть теперь, в принципе, мы с вами сможем совершенно спокойно купить любой гараж, даже если мы с вами, ну, просто не были, грубо говоря, в этом городе, да. Даже несмотря на то, что я город не разведал-то, да, на Сардинии. И это, кстати, одно из нововведений тоже этого патча. То все равно мы этот гараж можем купить. Но на самом деле это немножечко стремновато. Я бы все-таки, наверное, сделал вот именно элемент того, чтобы нужно было сначала посетить этот город, разведать его, открыть гараж и тогда, чтобы можно было его купить. Но вот даже не имея открытого города, мы здесь с вами сможем купить гараж. Немножко такой небольшой чит у нас будет официальный по перемещению. Ну и раз уж мы с вами заговорили про карту, давайте мы с вами обернемся к карте. У нас добавился остров Сардиния, но будет он доступен только для тех, у кого есть DLC Италия, соответственно. Также у нас обновились дороги в южной части Германии. Достаточно неплохой кусок у нас тут получился. Добавились новые дороги во Франции. По-моему, даже добавились новые дороги в Viva la France. Какие-то местные дороги узкие, на которых мы с вами сможем покататься. И также у нас добавились новые маршруты для крупногабаритных перевозок. То есть у нас теперь грузы можно забрать из Сапори, что в Финляндии, в Кракове, что в Польше, в Толдузи, что во Франции, Верона, Италия, Оденс, это Дания, Санкт-Петербург, Россия, соответственно, и Плимут, Великобритания. Вот так вот, друзья. Что касаемо дальнейших нововведений в меню. Ну, переходим в меню Галереи, и здесь мы видим новую кнопочку Галерея Прицепов, в которой, собственно говоря, мы с вами сможем выбрать любой тип трейлера, который у нас здесь есть. Также можем выбрать абсолютно любой тип сцепки, который мы с вами захотим. Можем даже взять чем-то это дело, загрузить. И вот такая огроменная у нас получается сцепка. Также мы можем добавить ось, если нам это нужно. Ну, и раз уж мы с вами здесь учутились, давайте я вам просто покажу новую, соответственно, покрасочку для DAF. Она работает абсолютно на всех трейлерах. Да, друзья, на всех. И раз уж я сказал слово на всех, то у нас появились здесь новые прицепы, друзья. Появился контейнеровоз. Давайте мы на него посмотрим. Он у нас из стандартных. Это достаточно неплохая у нас альтернатива прицепу из DLC-Кроны. Если у вас его вдруг нет, то, в принципе, покупать его не нужно. Чисто за наклейку Кроны отдавать там какие-то деньги. Вы чё, это не по-русски совершенно. По типу сцепки одиночка, двойная, сцепка B-Double и High Capacity Transport. Но для этого нам нужен гараж в Суоми, то есть, соответственно, в Финляндии. Ну, давайте возьмем малышку такую и просто посмотрим, что у нас здесь есть. Кстати, добавились B-Double сцепки. Теперь их и High Capacity, по-моему, транспорт. Их можно купить и перевозить по Германии и по Нидерландам. В общем-то, кузов по, собственно говоря, скелету, да, который у нас есть. Минималка 20-ка, максималка 40. То есть, либо под один, либо даже... Нет, всё под один контейнер. Хотя вот это вроде... Да, это всё у нас идёт под один контейнер. Почему-то уверенно и упорно они не хотят делать под два. Не знаю почему, но вот, друзья, вот такая вот история есть у нас. Да, к сожалению, можем даже что-то здесь ещё дополнительное поставить. Поменять, соответственно, задние бампера, лампочки и прочее. То есть, тюнингу это всё дело подвержено и достаточно серьёзно. Далее, друзья, у меня есть вопрос. Я вот просто-напросто не помню, реально не помню, был ли у нас фургон со сдвижным полом. По-моему, его у нас не было. Но это, в принципе, то же самое, что и в АТС-ке, как я понял, абсолютно. Только у нас вот этой причудливой формы шасси нету, да. И чуть больше у нас здесь добавляется осей. То есть, ну, блин. Серьёзно, я просто реально не помню, был ли этот прицеп вообще или нет. Написайте об этом в комментариях. Но мне кажется, что его всё-таки не было, по-моему. Ну и самые внимательные уже заметили, да, что у нас наконец-то стал для покупки в собственность. Это трейлер из DLC Шварцмюллер. То есть, они у нас здесь присутствуют во всём своём количестве. В достаточно интересном тюнинге они у нас, ребятки, здесь представлены. То есть, здесь у нас можно сделать всяческого рода отбойники. Вариаций просто множество. Можно забить и просто поставить вот такой красивый палетный ящик. Такая же история у нас идёт и сзади. То есть, здесь, смотрите, просто невероятное какое-то количество тюнинга. Они, наверное, это всё время вот это всё разрабатывали, сюда вставляли, делали, моделировали. Всё это делается с двух сторон, соответственно. Четыре вида бампера, но по факту их как бы два, да. Просто один у нас типа в заводских цветах, а другой можно будет покрасить. И, соответственно, здесь у нас сзади ставятся метёлочки. Также, друзья, плюс ко всему, свои собственные трейлеры теперь можно использовать во внешних доставках. То есть, мы его цепляем, подключаем профиль к онлайну и катаем внешние заказы, по аналогии, как и в АТС-очке, на своём замечательном прицепчике. Так, ну всё, по меню вроде бы как всё. Давайте зайдём в настройки. Давайте зайдём в настройки игрового процесса. Здесь у нас, опять же, по аналогии с АТС-кой появились два новых пункта. Это устойчивость прицепа и жёсткость подвески. А в настройках клавиш у нас появилась отдельная кнопочка на включение-отключение зажигания. И появилось у нас переключение дворников в обратный режим. Вот это очень интересная вещица. Надо будет её обязательно проверить. Но вот почему-то такого же не сделали для обычных фар. То есть, чтобы так же можно было переключать вперёд-назад. Понятия не имею почему, но факт остаётся фактом. Очень, друзья, солидный и серьёзный патч. Вполне себе возможно, что я, может быть, что-то даже упустил. Да, может быть. Каюсь. Может быть, что-то упустил. Но, опять же, это эксперименталка, друзья. Какого-то официального списка изменений, соответственно, нет. Надо дожидаться беты. Но она неизвестна, когда выйдет. Поэтому вот делаем пока что на том, что есть. В общем, друзья, сейчас мы с вами перемещаемся в игру. Там, наверное, посмотрим на Сардинию. Так как на Германию смотреть, в принципе, смысла я не вижу. Она как была скучной, так и осталась. Просто там поменяли текстуру дорог, знаки. Ну и сами автобаны сделали так немножко поплавнее. Ну, блин, то, что вы видели на севере, теперь это стало на юге. Во Франции новые дороги. Я, как понимаю, тоже вы прекрасно понимаете, что это такое. Где-то добавилась новая дорожка. Там, сям. И, в принципе, мы куда-то с вами можем уехать. Но нас больше всего интересует Сардиния. Потому что на моей памяти впервые в уже вышедшее дополнение добавляется целый остров. Давайте посмотрим, что это такое. Погнали. Итак, ребят. Ну, в общем-то, вот то самое комбо, про которое я говорил в самом начале этого видео. То есть у нас новый скин на грузовике. И новый скин непосредственно на трейлере. То есть он годится как на Шварцмюллеры, так на Кроны, так и на совершенно обычные трейлеры, которые есть в игре. В общем, на любую коробку вы можете спокойно наклеить. По роут-адвизору, господа, здесь достаточно интересная есть такая вещица. В общем-то, если мы нажимаем F7 и нажимаем Enter, у нас появляется функция экстренной дозаправки. И появляется функция настроить прицеп. В ЭТСке она работает нормально. То есть мы, если ставим, так скажем, ось, которая имеет возможность двигаться вперед-назад, то мы просто нажимаем F7, нажимаем Enter. Здесь нажимаем на, соответственно, 3, у нас появляется такая небольшая аналог, так скажем, галереи прицепов. И в ней мы уже с вами выбираем именно то положение, в котором у нас будет ось. Какое применение здесь это имеет, я, если честно, так и не разобрался. То есть я вроде с High Capacity пробовал и с B-Double пробовал. Я не понял вообще. То есть она у меня постоянно неактивна. Но, ребят, просто напишите, пожалуйста, в комментариях, с каким типом сцепки работает эта настройка. Потому что хочется посмотреть, как это реализовано здесь. Хочется понять, как это работает. В общем, буду ждать вашего совета. Итак, по графике самые внимательные. Наверное, сейчас тоже заметили изменения. Да, я умолчал об этом, специально умолчал об этом в обзоре бета-патч 1.35 для American Truck Simulator. Игру сейчас, что ту, что другую, плавно переводят на DirectX 11 движок. В общем-то, в принципе, меняется. Это пока что все вручную через конфиг. Видео об этом будет на канале. Там будет подробная инструкция, как включить. И будет наглядная разница, в чем, собственно говоря, отличие 9 DirectX от 11. Видео будет крайне интересное, ребят. Так что, чтобы его не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Иначе просто пропустите и не поймете, в чем прикол. Итак, давайте посмотрим вообще по Сардинии. Что тут здесь, как вообще, зачем и почему. Здесь у нас всего лишь три города, как прогнозировалось. Я что-то думал, что здесь будут какие-то, может быть, маленькие деревушки и так далее и тому подобное. Но нет. Просто три крупных достаточно города, в которых мы с вами будем передвигаться. Ой-ой-ой, как все подлагивает. Как все хорошо подлагивает. Я даже не знаю, с чем это на самом деле связано. ФПС в норме. Но лаги имеются, как говорится. Лаги присутствуют. То есть, либо какая-то подгрузка идет, либо что это такое. У меня впервые вообще в Евротраке такая хрень. У меня за 200 ФПС сейчас шкалит. Я не знаю, что случилось. Неужели это 11 DirectX так влияет? То есть, ну, лаги ощутимые и есть. Друзья, что сказать. Города, в принципе, такие же, как и в DLC Италии. Абсолютно. То есть, у нас те же самые постройки, те же самые здания, те же самые жилые дома, мосты, развязки и дороги и т.д. и т.п. Давайте куда-нибудь выберемся. Может быть, за город. А вот тут уже поинтереснее. Здесь достаточно красивая такая местность. Всю территорию мы облетать не будем. Потому что это, опять же, условно бесплатное. То есть, вам нужно будет купить дополнение, чтобы здесь покататься. Но хотя, я думаю, уже столько времени после выхода этого бета-патча в эксперимент прошло, что все уже, наверное, здесь, кто захотел, покатались, либо видосы посмотрели. Ну, тут я смотрю, прям такие горные красивые дороги. Классные имеются с такими перевальчиками. Прям выглядит все здорово. И в новой графике это действительно смотрится очень-очень классно. Очень красиво, очень жиренько. И я думаю, здесь я задержусь. И, возможно, даже здесь я сделаю какой-нибудь рейсик. Если вы этого хотите, то обязательно, ребятки, напишите об этом в комментариях. Мне прям самому будет реально интересно здесь прокатиться и прочувствовать вот эту всю атмосферу Италии. настоящей Италии, потому что, ну, вот Италия для меня вот именно вот она. Вот она, настоящая Италия. Итак, друзья, в принципе-то вроде как, вроде, вроде, вроде как у нас и все. Если что-то забыл, друзья, прошу прощения, потому что, повторюсь, официального какого-то списка изменений нет. У других ребят я ничего не подсматривал. То есть, никакие видео я не смотрел. То есть, чисто я основывался на вот том, что я увидел, том, что я заметил. Возможно, что-то я упустил. Пишите, повторюсь об этом в комментах. Буду рад вашей помощи. Ну и пишите, как вам вообще этот бета-патч... Что он для вас? Как вообще? Для меня, если честно, это, наверное, один из... На моей памяти, наверное, один из самых крутых патчей для ЕТС. Потому что, считайте, у нас добавились крупногабаритные перевозки, новые маршруты. Новая Германия, новая часть Германии. Новые дороги во Франции. Новый остров у нас, получается, целый. Пришел, да, вот Сардиния, в Италию. То есть, обновилось очень крупное дополнение. Там покупка гаражей, кастомизация достаточно глубокая от трейлеров. Покупка новых трейлеров. То есть, ну, блин, это очень-очень даже круто и здорово. Фух, друзья. Это прям молодцы. Исы красавчики. Ну, и 11-9х, конечно же. Все, друзья, на этом все. Буду ждать ваших отзывов. Пишите обязательно комментарии. Плохие, хорошие, неважно. Главное, пишите честно. Вот как вам. Реально. Хорошо, плохо, классно, кайфуете. А я буду читать. Все, друзья. Пока-пока. Увидимся.